Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю в свою скромную студию АркТВ в Ютубе. И стоп-кадр для вас. Вот только что закончилась прямая трансляция матча чемпионата Украины, и встречались чемпионы украинской премьер-лиги Шахтёр Донецк, и чемпион первой лиги, первой украинской лиги Полесье Житомир. И вот к телекамере приглашён главный тренер Полесье, дебютанта украинской премьер-лиги Юрий Калитвинцев, которому, признаю, симпатизирую, с начала нашего знакомства оно произошло в лихие девяностые, когда Юрий Калитвинцев был капитаном киевского «Динамо» и капитаном сборной Украины. Итак, ему задан вопрос. Матч Шахтёр-Полесье закончился со счётом 0-0, и интервьюер, журналист спрашивает его, вот было много столкновений, много фолов. К слову сказать, в конце матча один из игроков Полесье получил вторую жёлтую карточку и автоматически красную был удалён с поля. То есть последние минуты игры уже компенсированного времени команда Юрия Калитвинцева проводила, простите, в меньшинстве. Итак, ответ, надеюсь, сейчас услышим Юрия Калитвинцева. Шахтар, проведущи 13 поединків, заробив 25 очок, 7 виграшів і 6 матчів, де не перемогла команда. Ну и цікаво. Завершальні матчи ось цієї осінньо-зимової частини, чи проводитиме їх Шахтар-ППЛ, чи будуть ещё переноси, переноси проти Чорноморця, проти Зорі, команди, які далеко не факт, що 6 очок віддадуть. Ми з вами зараз будем слухати представника Шахтаря. Це, цікаво сказати, що Шахтар провів 41 матч подряд з голами, а це перша игра, в якій горняки не забили мяч. Насгал, які Ваші враження від нулівої нічієї проти Поліса? Як гадаєте, чому результат вийшов саме таким, а не інакшим? Це главний тренер Шахтєра, новий главний тренер Шахтєра. Послушайте. Маріо Пушич, щас буде перевод. Ми сьогодні грали дуже добре, але футбол – це не завжди справедлива гра. У нас було багато моментів, ми повинні було виграти, але після паузи все ж таки ми трішки не змогли підготуватись. Чи правильно, я розумію, що на загал грою своєї команди ви задоволені, якщо абстрагуватися від рахунку? Я дуже завжди грою нашої команди, ми створилися багато моментів, багато разів дошли до 30-метрової зони. У мене нема чого поганого сказати про команду, я дуже здоволен грою. Чи здивувало і чи стало для вас сюрпризом те, наскільки гра була динамічною і в першу чергу жорсткою, місцями навіть жорстокою, багато фулів, багато стиків? Чи зрозумілися, що гра має ритм і багато ритмів, багато ритмів і навіть дуже важливі для футболистів? Так, це те, що ви бачите, не зберігаються, але я не зберігаюся на футболистів з двох теми і ритмів, тому що ми хочемо граємо на ритмів, але ви бачите, що граємо велика, відео, що граємо дуже важко від нас, і це треба до рівівів, щоб зрозуміти цю частини, але дивіться, це частина гро, ми не зберігаємо про це, це зараз, якщо гроє, то ми маємо нашу діяльну, Мы нашли нашу решение, это было иногда очень тяжело, но мы нашли нашу решение, и мы приехали так много раз в последнее время, и создавали много возможностей, так что, ну, это тяжелый гейм, но это гейм для топа Лиги, так что вы можете ожидать эти такие ситуации, это нормальный в футболе. Гра была очень тяжелой, но мы были готовы к этому ритму, мы не очень боимся, что соперник всегда играет с нами в Жорске, но это часть игры, и мы все-таки проверили сегодня много моментов, особенно в последние минуты мы могли забить. Уже на старте матчу Юхим Коноплятор мувався, чи уже знаете, что с ним, и, возможно, какие терміни восстановления? Юхим Коноплятор мувався в первые минуты, может быть, вы знаете что-то о его здоровье? Не, пока нет. Когда игроков должен оставаться в игре после 5 минут, или что-то, то вы знаете, что это серьезно, потому что он тяжелый гейм, и он не просто идет по-другому, так как это. Я пока не знаю, что на рахунок его здоровья, но с тем, что он не может быть, что он не может быть, что он не может быть, что он не может быть. Конечно, это болезненная втрата у нас была на первых минутах. Конечно, когда игроков выходят на первых минутах, это может быть что-то серьезное. Подивимось, где дальше. Но у нас все-таки есть запасные игроки, много игроков в обоих, поэтому тренируемся дальше. В следующий топ-матч, тоже очень важный, Лига чемпионов против Антверпена. В каком настроении вы вирушаете до Гамбурга? Конечно, это довольно-таки другой уровень, топ-уровень для нашей команды. Мы готовы для этого уровня. Мы хотим продолжить игру на весну, да, конечно, тяжело немного переездов, но мы сейчас будем все-таки восстановить и готовиться к игре, как всегда. Дякуємо и желаем успехов. Спасибо большое и добро пожаловать. Что ж, Марина Пушусь узнався, что его команда на его поконение заслуговала сегодня на победу, но при этом всем ему не має чему дорекнути своим футболистам. Дорекнути может лишь в одном. Не вистачило забитого мяча. Без голів сьогодні Шахтарта Полісся зіграла в нічью 0-0. Чинный чемпион Украины в двоих турах втрачает очки, а Полісся, яка перемогла Динамо, играет в нічью еще и с герниками. Досить непогано для дебютанта украинской премьер-лії. 8-й матч для них без поразок в лізе, 10-й заголовно в усіх турнірах. Можно же Томаріану лишь привітати, тим паче тренер так и сказав, что цією нічиєю він задоволений. Тож сподіваюся, что этим репортажем, друзья, задоволені и вы. Для вас працювали Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. До свидания. Слава Украине. Героям слава. Ну, уважаемые друзья, в социальных сетях вы все слышали. И я надеюсь, что накладку с незаписанным интервью с Юрием Калитвинцевым компенсировали в какой-то степени и заключительные слова комментаторов, которым благодарен за эту прямую трансляцию всем телевизионщикам, которые её обеспечили, что матч проходил во Львове, в родной Украине. Я его смотрел в первой столице Соединённых Штатов Филадельфии. И от себя компенсирую незаписанное интервью с Юрием Калитвинцевым, от которого рад был услышать, что он доволен ничьей с «Шахтёром». Одним словом, «Шахтёр-Полесье» – нулевая ничья в пользу житомирского клуба «Полесье». Ну, судя и по ответу репортерам Юрия Калитвинцева. А я от себя, повторяю, компенсирую незаписанное с ним интервью давним разговором под видеокамеру, вот ту же самую, которая сейчас, интервью с Юрием Калитвинцевым, которое мне довелось взять, представьте себе, в одном из ресторанов Нью-Йорка, где проходил памятный турнир памяти Валерия Васильевича Лобановского. Очередной мемориал, в котором принимали участие очень многие команды, и вот там присутствовал и Юрий Калитвинцев, и дам ссылку, и вы услышите, увидите то давнее интервью. Будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш из Филадельфии Дэви Аркадьев сегодня, 24 ноября 2023 года. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»